Всем привет, с вами я, Цитрус0974, и сегодня у нас очередное ежемесячное видео по Битве за Нейбрувиль. Ой, я с рыбы случайно упал, ну ладно, ничего страшного. Я вот даже специально сейчас посмотрел, это у меня уже 140-ое видео по Битве за Нейбрувиль, если считать те, что нумеровались. Потому что что-то там вышло без нумерации, где-то я в нумерации, возможно, даже ошибся. Ну и также ещё стримы, поэтому в плейлисте там уже, кажется, не помню сколько, но в общем больше. Ладно, не знаю, к чему я это сказал, это у нас самое обычное ежемесячное видео, в принципе, ничего нового тут не будет. Поиграем в Битве за Нейбрувиль, посмотрим на ежемесячный ивент, на недельное событие, ну и я расскажу новости канала, если вы их ещё не видели у меня в группе ВК. Итак, с чего я хочу начать. Когда я впервые в начале июня зашёл в игру, да, на этот раз нету такого, что я целый месяц не играл, а вот чисто от предыдущей записи только вот сегодня первый раз зашёл. Нет, я играл в июне уже несколько раз, накопил, как вы уже могли заметить, целых 45 лампочек, что просто прекрасно, сейчас мы их все потратим. В общем, я сразу удивился, что у нас беспечный парк как будто самый стандартный из сентября, что достаточно странно. Я прям очень сильно этому удивился, почему-то в прошлом году, в июне 2020 года я это не заметил от слова совсем. Ну ладно, тем не менее, это было для меня удивлением, здесь либо незначительно изменено, либо совсем беспечный парк, как в сентябре. И вообще этот ивент у нас называется... так, не в ту сторону пошёл. Этот ивент у нас называется, я уже заранее знаю, потому что уже смотрел, приём в саду. Вот вообще я не помню такой, но она есть, она существует. Хотя её существование я вот реально не помню. Ну ладно, у нас целых 45 лампочек, давайте их тратить. Так, это у нас на колдуна. Ацтеки на помощь. Не, не надо нам это за 7 лампочек. Давайте лучше как... Давайте пропеллер, как у драконьего зева, но для зубастика. Почему бы и нет? К тому же это у нас... Нет, это у нас не... Как это называется-то? Не разноцветная шапка, ну ладно. Так, ещё кажется, слишком громкая эта музыка, я чуть-чуть убавлю. Так, дальше у нас фраза «Куда?». Ну чё ж, возможно будет полезной, хотя я вообще-то так про все фразы говорю и ни одну не использую. Так, вот дальше у нас есть две пути, куда идти. Здесь у нас какое-то надгробие. Это у нас, не знаю даже кулак или выражение, это у нас выражение. Дальше у нас зубастика и радужные звёзды. Потом идём сюда. Ага. Так, а здесь у нас на этого, на астронавта. Вот такой вот фиолетовый за 10 лампочек костюм. В принципе, он мне нравится, пускай он у меня будет, поэтому пойдём мы сюда. Получаем какие-то кулаки. Сладкая правда, некие конфеты. Ну окей, пускай будут. Хотя у меня всё равно уже лежит штук 10 этих надгробий и кулаков. Надо сейчас будет посмотреть что-нибудь, сконфигурировать новое. Так, зомби наступают. На самом деле непонятно, зачем эта фраза. Потому что если наступают, то это и так по индикаторам видно. Так, собственно, вот этот костюм на астронавта. Потому что он мне в принципе нравится. Малость малиновая. Если в космосе ты становишься, что-то там я не прочитал. Ну ладно, если что, поставите на паузу, прочитайте сами. Так, дальше у нас вот такой вот смайлик в очках. В принципе, я, наверное, даже его добавлю в избранное. Потому что это достаточно прикольно. Так, и мы можем получить бесплатно 50 радужных звёзд. У меня их уже 2165. В принципе, может быть, когда-нибудь их на что-нибудь потрачу. Но это не точно. Так, дальше у нас надгробие в виде собачьей будки. Ну, в принципе, на остатки лампочек почему бы и нет. В конуре, так и называется. Далее, до скорого фраза. Ну, вряд ли буду использовать. Но, конечно же, пускай будет. Далее, один из прекраснейших жестиков с фейерверками. На этот раз для жёлудя. И называется он Гремучая шляпка. Блин, такое название больше подходит для ночной шляпки. Ну ладно. Такс. Ну, а теперь, собственно, выходим отсюда. Лампочки почти кончились. Одна осталась, я на неё ничего не куплю. Давайте посмотрим надгробие. Их уже 9 штук у меня непросмотренных накопилось. Почему бы не посмотреть? Давайте посмотрим. Привет, чип. Я уже даже твою фразу читать не буду. 10 надгробий у меня новых. И стоит у меня сейчас вот такой вот... Что у меня тут есть? Давайте посмотрим. Так, а где у нас, собственно, новый-то? А, оно всё перемешано. Да? Так, игровой автомат у нас есть новый. Но как-то не очень. Что у нас ещё из нового? В принципе, вероятно, уже где был значок вот этот новый. Возможно, он уже и пропал. Так. Да как оно работает? Так, тут у нас нечто типа... Я даже не знаю, как это назвать. Ларёк какой-то. Так, вот тут вот эта будка. В принципе, пока ставим её. Потому что вроде бы больше ничего здесь сильно интересного нет. О, нечто химическое есть. Забавно, но не. Пускай останется будка. Пока постоит. Теперь что у нас по кулакам. Вот этот динозаврик есть. Давайте конфеты вот эти поставим. Некая колба есть. Птички. Ну, в общем, у меня куча всего накопилась. Мне уже совершенно без разницы. Ну, а здесь давайте колбу. Пускай будет вот так. И, в принципе, особо без разницы. И то у меня ещё осталась цифра 1. Потому что на что-то я не посмотрел. Нет, даже 2. Ну, в принципе, без разницы. В принципе, мы всё видели. Это я чисто курсором не навёл. Поэтому, ладно. Так, также у меня какие-то персонажи получили 10 уровень. Ну, точно помню, что за зомбей. За растений тоже, как я вижу. Да, ночная шляпка у нас была элита. Теперь она у нас будет вроде эксперт. Да, я угадал. Я уже даже помню прокачку. Запомнил, наконец-то. Апперкот. Врагов подбрасывает воздух во время действия фунги-фу. Интересно. Лёгкость в ногах. Передвигайтесь быстрее. Прыгайте во время действия способности фунги-фу. А раньше разве нельзя было? Ну, окей, окей, хорошо. О, полезно будет. Так, дальше ещё что можно посмотреть. Ещё мы сейчас поднимем у двоих или у троих даже зомби за зомби, собственно. А сейчас давайте посмотрим, что у нас у Рокса. Комплект. Чарующий пират, как несложно догадаться для пирата. Нависшая угроза для импа. Ой, у меня такая жарища. Вы, может быть, слышите. Может, нет. Может, шумода вам всё-таки задавится. Но у меня уже, я не шибко играю. Я вот в меню в основном сижу, но у меня всё равно уже компутатор нагрелся до 70 градусов и поднялись обороты кулера, и вы, возможно, слышите. Ладно. Тут у нас есть жестик чеканка на цитрона. Давайте что-либо посмотрим. Но я всё равно достаточно редко жесты использую, поэтому... Поэтому нет. Поэтому нет. Так, что я ещё хотел? Я хотел только, получается, ещё за зомби поднять. Поэтому убежали... Точнее, полетели за зомби. Меняем сторону. И давайте посмотрим, что я могу у тебя поднять. Как тебя зовут? Я уже не помню. Грандиоз. Да, я целую кучу всех могу поднять. Начнём, собственно, с солдата. Он у нас вроде был специалист. Теперь он у нас будет элита. Ну что ж, элита так элита. Ароматные соли. Союзники быстрее восстанавливают внутри очень вонючего облака. Липко. Очень вонючее облако приливает к врагам и поверхностям. Странно. Вроде что это и раньше работало. Странно. Ну ладно, окей. Дальше у нас зембо. Он у нас был тоже специалист. А, нет. Он у нас был элита. И теперь он у нас эксперт. Примечательные ракеты. Поставьте отметки на врага при нанесении урона полётом на ракете. Безбилетник. Стреляет большим количеством ракет после истребления полётом на ракете. Ага. Вот это интересно. То есть, если вы кого-то устребили, то у вас увеличивается количество получается. Окей. Хорошо. Теперь у нас звезда, он же All Star, он же футболист. Он у нас был специалист, теперь элита. Бомба вдаль. Полёт беса длится дольше. То есть, получается, он летит дальше. Огромный запал. Наносите дополнительный урон при прямом попадении во врага полётом беса. Ага. То есть, если мы попадём прям не рядом, а прям... А прям... Ну, вы понимаете, о чём я. То нанесём больше урона, сколько, конечно, никто не знает. Но, хорошо. Дальше у нас учёный. Он у нас вроде был элита. Да, теперь у нас будет эксперт. Паровой гластер. Материализация. Получайте боеприпасы для сезремота после использования терапо... Фу. У меня язык заплёлся. Ладно. Чего точно. Перемещайтесь дальше с помощью телепорта. Хорошо. Так, ну я уже разучился всё время записывать. Хотя стримлю я достаточно часто. Но, тем не менее, я иногда... Точнее, не иногда, достаточно часто оговариваюсь. Ладно. И последний персонаж, которого осталось повысить со знатока до спеца. А, точно. Спец, это у нас, значит, третий уже. Ммм, прикольно. Я совершенно уже забыл. Специалистов в Гармфаре втором. А здесь знаток и спец. Ну ладно. Короче, зомби с телевизором. Он был знаток. Это второй уровень после рекрута. Теперь он спец. Разблокатор каналов. Показывает врага, который уничтожил ведро. Рекламная пауза. Мороженый тип. Снежный бесёнок двигается быстрее. Вот это полезно. Но мне лень это будет поставить. Поэтому я это всё читаю. Говорю, там полезно или непонятно. А потом всё равно не ставлю. Всё равно не использую. И, в общем, дело с контом. Так. Теперь я хочу перейти за сторону растений. Потому что за зомби как-то... Как-то не очень. Грустнее база зомбоса выглядит, чем база растений. Поэтому опять драконий зев. Почему бы и нет? Так. Ну и теперь пару я сделаю кругов по усадьбе Дэйвэс. И расскажу о новостях канала. Впрочем, вы, наверное, и так всё знаете. Вышло, наконец-то, видео, которое я в кавычках делал месяц. Хотя, на самом деле, я его сделал буквально за неделю. Вот именно когда я его сидел и делал. А именно про Windows и Linux. Про Dual Boot. Ну, получилось оно достаточно спорным. Потому что, ну, вроде как оно получилось, по моему мнению, достаточно интересным. Я в нём рассказал мою историю. Но при этом там очень много проблем, что с монтажом видео, что с монтажом звука. Где-то я... Пара моментов было, где я не смог нормально подобрать. Где-то я, наоборот, попытался сделать лучше, а получилось, как всегда. Ну и самая главная проблема то, что весь звук, он как нарезанный. Как будто это вордмикс какой-то. Всё из-за того, что я говорил экспромтом с огромнейшими паузами. Говоря что-то лишнее. И потом я это всё вырезал. Из-за этого все мои разговоры были очень отрывочными. В обычных-то видео я так не делаю. Моя речь льётся единым потоком. И как бы всё нормально. А там получилось вот не очень. Поэтому для следующего видео сценарий я уже пишу. Чтобы такого не получилось. Чтобы получилось всё достаточно гладенько. Как с видео про Windows 10. И с видео про Windows 7. Так, что у меня ещё по новостям. Да, в принципе, ничего. Ещё до того, как я начал это делать, это видео делать, я выложил много чего на второй канал. В первую очередь именно по Гармферу второму и битой за Наибрувиль. Также я выложил видео по игре The Witness. Которую я записывал, получив ещё лицензию по подписке Origin Access Basic. Которую я получил в ноябре. Или октябре, я уже не помню. 2019 года. За включение двухэтапной аутентификации в октябре этого года. Да, это была одна из тех трёх игр, в которые я тогда поиграл помимо Гармфера первого. Вот. Вы, возможно, кто-нибудь из Олдов канала ещё помнит видео про Snake Pass. Также ещё была игра Unravel 2. По которой у меня вообще неудачное видео получилось. Я его тогда сразу удалил. И вот оставалось ещё безмикрофонные два видео по The Witness. Теперь я их выложил на второй канал. Не знаю, зачем вам эта информация. Но просто я вам об этом сказал. Не знаю, зачем. Так, ну в основном я вроде выкладывал именно по Гармфа... Гармфа... Фу. По Гармферу второму и Битвы за Нейброволь. Пара видео по Гармферу первому было. И несколько видео по Майнкрафту, под которыми было очень-очень много комментариев самопиарщиков. Которые писали там, типа, зайди на мой канал, подпишись, оцени моё последнее видео. Блин, ну какой смысл, блин? Я, конечно, попереходил, я там поизучал этих людей. На самом деле, сделав им тем самым лучше. То есть, сделав себе хуже и другим, чтобы они продолжали так писать. Но, тем не менее, чисто интересно было, чем они там занимаются. Вообще, я не понимаю, зачем так делать, потому что даже если кто-то к вам так придёт, то у него уже будет заранее приниженная, так сказать, к вам, как бы так сказать... Репутация будет в его глазах ваша занижена. А зачем вам, зрители, с заниженной... Ну, короче, вы меня поняли, что я хочу сказать. Опять у меня язык заплёлся. Вам прошу прощения. Так, что я ещё хотел сказать. Я очень много чем занимаюсь. Хотя, на самом деле, больше, как обычно, ленюсь. Мне нужно готовиться к школе. Мне уже нужно издалека готовиться к ОГЭ. Мне нужно много чего делать. Мне нужно, собственно, делать видео. А я, блин, сижу на диване, смотрю YouTube. Ну, всё как обычно. Вот сейчас ещё очень боялся, что мне не удастся записать это видео, потому что вчера я занялся было подготовкой к прошивке телефона Xiaomi Redmi Note 5A, который не мой, конечно. Я всё ещё пока с Nokia 8110 4G, хоть и в активных поисках смартфона, который бы удовлетворил все мои потребности и при этом не стоил 10 с лишним тысяч рублей. Вот. Ну, в общем, это телефон одного из моих родителей. Он задолбал тем, что там MIU прошивка Xiaomi заняла все 16 игов места. Из-за этого ничего толком не работает. Поэтому я решил перепрошить. Поставил драйвера для ADB. И у меня сегодня не запускается Изи Античит, потому что он ругается на неподписанные драйвера. Ну да, Изи Античит это вообще зло, потому что вот у одного из моих друзей и подписчиков не запустилась битва за Нейбрувель. Из-за того, что у него пользователь в винде был назван русскими буквами, то есть кириллицей. И то Garvan Fair 2 и так запускается, то есть движок запускается, а не запустился именно Изи Античит. То есть Изи Античит это зло. Ладно. В общем, я сейчас очень боялся, что у меня не запустится. Но ничего, все эти драйвера я удалил пока что. Хотя у меня ничего не получилось на самом деле. Сегодня буду повторять. У меня все были какие-то ошибки. Я даже до этапа, собственно, когда бы мне эти драйвера понадобились, не дошел. Но тем не менее. В общем, пока что я все эти драйвера снес. Я сейчас перезагрузил комп. Ну и как вы видите, все прекраснейшим образом запустилось. Так, ладно. Я уже тут говорю уже целых 16 минут. Опять получится видео на 30 минут. В котором вы чисто можете меня слушать. Поэтому теперь давайте отправимся, собственно, в мультиплеер. У нас еженедельным событием выступает боевая арена. По ней у меня очень мало видео. Поэтому почему бы и нет. Так, почему-то мне иногда кажется, что игра меня заглушает. Поэтому на всякий случай я ее убавлю. Хотя, кажется, я убавил теперь слишком сильно. Ладно, пускай будет как-нибудь вот так. Да. Так, и все. Полетели в боевую арену. Будем надеяться, что там кто-то будет. Хотя это достаточно маловероятно. Так, Шабаш, Шалаш, Боевая арена. Ничего нового. Загрузка должна быть быстрой, так как игра на SSD. Но все-таки не настолько быстрой, потому что... Процессор у меня 2010 года. Так, Уинстон. Рекорды в Шабаше, Шалаше ставлю я. Возьми и попробую их побить. Это мы уже читали не один раз. Смотрим, что тут по людям. А люди здесь, однако, есть. Ну давайте за кого начнем? За Супер Брейнза, но без Мозголома, пожалуй. Правда, он тогда будет вообще без улучшений. Ну ладно. Так, ну чё. Хорошо, пробуем боевую арену. Наверное, тогда будет за Супер... А у нас доктора нет. Надо было доктора взять. Ладно. А у них-то доктор есть. Подсому. А я ученого не взял. Ну ладно. Буду попытаться... Буду пытаться... С динстанции посылать мои летающие кулаки. Вроде бы в его описании именно так написано. Так, давайте, народ. Мы справимся. Да. Два солдата у нас здесь. Так, у меня здесь есть, в принципе, щит. Это достаточно хорошо. Так. Еще у меня есть мегашар, разумеется. В принципе, я уже сразу заряжу кулак заранее. Так, тут у нас уже стреляет какой-то драконий зев. Откуда, интересно? Ага. Вон оттуда. Так, разумеется, такого расстояния у него не попаду. Так, надо вообще сделать вот так. Есть. Так, я слышал, как горох. Так, есть. Победа в раунде. При этом я двоих людей добил. При этом меня еще и воскресили под конец. Круто. Так, за Супербрейн за все удалось, но два раза за одного нельзя. Так, у нас... Так, у нас доктор есть, поэтому давайте попробуем, что ли, за тебя. И здесь суть в том, что нужно где-то поставить укроном месте ведро. Потому что, возможно, оно меня таким образом спасет. Так. Зомби с ведром я даже не помню, есть ли у него какие-то жесты. Да, есть. Есть у него один. Не шибко, конечно, нормальный, но хоть какой-то. Ладно, такс. В каком месте сразу смотрим поставить ведро. Поэтому я побегу куда-нибудь в эту сторону. Я, на самом деле, даже не знаю, как оно будет работать в этом режиме. Такс. Надо вот прямо в каком-то... Прямо вот незаметном-незаметном узлу. Вот где-нибудь здесь. Да. Пускай здесь будет ведро. И будем надеяться, что все с ним будет хорошо. Так, я уже вижу дуб. Желудь, который у нас здесь был, он у нас стал дубом. Ой, блин. Мне сейчас будет плохо. Так. Дуб пришел ко мне. Я постараюсь добить дубастика. Ой, все. Мне смерть. Да, я еще и упал. Короче, этот раунд мы, походу, продуем. У нас остался один имп, который, конечно же, не противник дубу и зубастику. Тут еще и ночная шляпка. Они вообще все выжили, и мы продули. Не умею я зомби с телевизором играть. Так, ладно. Кто у нас будет кем? Так, я пока... Так, нет. Я тогда доктора, что ли, возьму? Давайте. Так, 4-3-2-1. У нас солдат, ученый, я, супер-брейнс и колдун. Давайте попробуем. Так, сразу надо будет тех налечить. Так, против нас аж 2 цитрона. Это, на самом деле, немножко ужасно, потому что у них много здоровья. Но будем надеяться, что мой паровой бластер сможет их продуть. Хотя, вроде, щит-то от них защищает. Так, давайте, чуваки, я вас лечу. Я вас буду лечить сколько могу. Так, ой, я даже призовую лампочку по шкале получил. Так, давай, я тебе налечил. Так, колдун уже залез на супер-брейнса. В принципе, возможно, полезно. Такс. Я буду бегать за вами, потому что у нас, как бы, командная работа. Так, вот я даже налечить могу. Немного. Мы их сзади обходим. Так, за нами еще и солдат. Мы все бродим кучей. И они, походу, тоже все бродят кучей. Так, у тебя еще не слетело мое здоровье. Так, там зубастик у нас бросил. А, ай, 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 ай. Вот это уже страшно было. Так. Чуть не умер у нас кто-то. Колдун у нас чуть не умер. Так, есть, я добил. Так, и я тебя полечу. Так, тут еще один цитрон. Мы его тоже добили. У нас остался один чон-то. Он, скорее всего, у нас всех не съест. Поэтому, скорее всего, у нас будет... А, нет, он у нас ревайвит. Он у нас ревайвит. Так, победа в раунде. Замечательно. Так, ну здесь вроде максимум 5 раундов. Поэтому это еще не конец игры, да. Так, ну за кого на этот раз будем играть? Ну, в принципе, выбрался у меня таким образом инженер. В принципе, почему бы и нет. Пускай будет инженер. Попробуем за него. В принципе, урона он наносит достаточно. Так, и можно чуть-чуть прибавить игру. Здесь музыка вроде потише. Или не потише. Ну ладно. Вообще, нужно мне настроить во все микрофоны. Потому что... Я только сейчас понял, что в нем, оказывается, можно сделать шумодав. Хотя вот в битве за Нидрюль, например, у процессора нет свободной мощи, чтобы это делать. Так, чё ж я жестиков-то никаких не показал. Да, слишком поздно я начал стильные движения мои новогодние показывать. Которые сместиваются, если не ошибаюсь. Так, против нас Драконий Дев, Ночная Шляпка, Берхострелы, Кукуруза. В принципе, всё достаточно страшно, но не так уж сильно. Так, вон он. О, я в кому-то попал. Уже здорово. Так, в принципе, я могу вам сделать вот так даже. Ой, всё, Ночная Шляпка вызывал, уничтожил он мне. Так, у нас тут, кстати, два астронавта. Они, в принципе, могут скооперироваться в одну станцию. Но станцию это не дуб. Ой, блин. Ой, блин. Так. Немножко... У меня мышку было двигать некуда, но меня ревайвили, это хорошо. Так, а там убили этого одного кукурузы. Это хорошо. Ой, блин, ты сейчас подорвёшься. Ой, блин. Ай! Нет, не успел. Он успел выстрелить раньше, чем я кинул оглушение. Вот это горох, он неплохо играет. Так, меня второй раз умудрились ревайвить. Так, прошу прощения, конец раунда вы видели без звука, потому что, как обычно, на записи кто-нибудь да позвонит. Такс, у нас... Так, ну давайте. Колдун, так колдун. Выбрался колдун, значит, будет колдун. Хотя колдун здесь не шибко подходит. В принципе, только если в виде падающей звезды на башке у кого-нибудь сидеть. Особенно с учётом того, что у нас здесь есть кактус, он может эту звезду одним выстрелом сбить. Ладно, окей. Кстати, на него у меня попр... Нет, у меня на него есть. У меня на него есть жесты. Даже не знаю, когда мне их дали. Так, все от меня убежали. Но, в принципе, я думаю, я их догоню без проблем. Такс, если что, всегда можно нажать троечку и кому-нибудь на бошку залезть. Ой, блин, я попал в масляный луч. Это плохо. Ну, будем надеяться, не критично. Так, тут у нас был чёмпер, но уже, походу, всплыл. Так, я видел, как будто там кто-то прошёл. Ну, может, это просто из-за того, что у меня сглаживание отключено, и я вижу все пикселя. Так, тут у нас подсолов был, но всплыл. Так, походу, со всеми справились без меня. Так, у вас же начинается регенерация? Начинается. Хорошо. Хотя, может, она у вас и без меня началась. Так, где кукуруза-то? Ммм, один из супер-брейнзов у нас, кстати, с мозголомом. Прикольно. Хотя, не знаю, чем. Но, тем не менее. Где у нас кукуруза? Так, у нас кто-то ещё был, кстати, и он у нас умер. Так. И где-то от нас бегает этот кукуруза. Прямо бегает-бегает, пока кого-нибудь не добьют. Из супер-брейнзов. Или меня. Поэтому надо за кем-нибудь ходить. В принципе, этот мозголом может вообще летать по всей карте и контролировать всю карту. Давай. За что спрятался-то? Нужно теперь во всех вот таких вот... ...закоулках его искать, этого кукуруза. Так, у нас сейчас начнёт захват точки. Которые мы, конечно же, 100% захватим. А кукуруза должен будет рискнуть унилисти к нам. Кукуруза, а ты где? Так, ладно. Я залез на падающую звезду. И всё. И мы выиграем матч, кстати. Да. Хорошо. Всё, у нас получается 3-1. И мы победили. Да. Мне не хватало жестов на колдуна. А теперь они есть. Хоть у нас весь и пиксельный. Так, а чё у нас дальше? У нас чё, сразу будет следующий матч? Вообще без промежутка или как это было? Просто была уже музыка из лобби. О, я лучший лечитель. Это здорово. Дупойно. Я не замечал, что появились жесты для колдуна. Но это здорово. В общем, я был лучший доктор. Вот и всё. Так, я выполнил даже какое-то испытание. И несмотря на то, что запись идёт уже почти полчаса, именно 38 минут, я думаю, можно ещё один матч сыграть. Будем надеяться, он будет на этот раз за растений. Ой, чё это за звук был? Ну ладно. Да, мы за растений, потому что у нас урон эсса. Добро пожаловать в шабаш-шалаш. Надеюсь, тебе удалось размяться. Ну ладно. Так, ну за кого начнём? Почему бы и нет? За цитрона давайте попробуем начать. На последний раунд поставим Драконьего Дева. Как самого крутого. Да нет, стоп, у меня же какой-то... А, у нас одного игрока не хватает. Так, кастюмизацию здесь нажать, походу, нельзя. Или можно, или нельзя. Нельзя. Ладно, у нас... А, нет, мы ещё за Зомбией ждём игроков. Будем надеяться не бесконечно, будем ждать. В принципе, я пока что поставлю запись на паузу. Если будет слишком долго, то выйду. Так, ура, кто-то пришёл. Вроде как это подключился улитка. Хотя, может и не он. Ну ладно, в общем, я тут просто поприглашал людей, что в сети в Оридж они были. Возможно, мы будем сражаться против кого-то из них. Знаете, мне можно будет сейчас нажать тап и посмотреть. Так, вот мы растения, вот я тут цитрон. И зомби. Ого, три импа! Ну, в принципе, я за цитрона вполне легко с ними справлюсь. Итак, и погнали. Так, кто-нибудь из... Нет. Нет. Из моих друзей никто не успел подключиться. И так как улитка начал запускать игру после того, как я его пригласил, скорее всего... Так, привет им. Так, скорее всего, сейчас уже будет минус один. Да. Вот получившим образом. Так, есть. Я с двоими справился. Ещё и третьего импа добили. Уже без меня. Так, там ревайвивают одного из горохов. Так, и вон у нас остался третий имп. Он у нас попытался призвать меха, но я его тоже добил. Так, у меня уже целых три истребления. Я крутой. Я крутой чувак, да. Так, ну, народ, кто кем будет. Ну, в принципе, почему бы не быть подсолухом. Ещё посмотрим, кого выберет вот этот игрок. Так, четыре, три, два, один. Он у нас выбрал кукурузу, но, в принципе, я за подсолуха буду полезен. Ого, у нас команда Олл Старов против нас. Четверо Олл Старов. И это будет страшно. Так, вот, улитка спрашивает. Уже полная арена. Так, ну я, в принципе, ответил. И мы продолжаем. Мне, в принципе, надо всех налечить. Тут бы нужен другой пацанок с двойным лечением, на самом деле. Так, вроде бы, кого-то уже добили. Я тут умираю. Потому что по мне много попопадали. Ещё по мне попопадали. Так, кто-то тут близкочил. Ой, блин. Ой, блин. Так, есть, я ревайвнул. Так, лечимся. Так, хорошо. У них остался один. Мы пока все в полном здравии. Прекрасно. Благодаря мне! Я ревайвнул человека. Я молодец. Так, теперь за кого? Ну, кто кого выберет? Выберет. Ну, Чемпер точно не. Так. Ну, в принципе, драконь идет. Почему бы и нет? Потому что если мы победим этот раунд, то уже всё. То мы выиграем. Совсем. Против нас двое ученых. Супер Брейнс без бороды. Хе-хе. И солдат. Так. Ну чё, смотрим, откуда они попрутся. Пойду с каким-нибудь Чемпером. Ему помогать буду. О, вот уже. Пошли, пошли, пошли. Ой-ой-ой. Всё плохо. Всё очень плохо. Ой, правой бластер. Блин. Чё меня как быстро-то добили? Так. 2-2. Так. Меня воскрешают. Это прекрасно. Может быть воскресят. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Так. К тебе уже тащится Супер Брейнс. Получай. Так. Есть. Я добил. Я молодец. Так. Так. Да, победа в раунде. Прекрасно. Да, только чё-то за Цитрона я лучше всех разнёс. Ну там, правда, были импы, чем за Драконево Зева. Так, ладно. За кого будем в этот раз? Так. Смотря кто кого выбил. Ну пускай будет два жёлудя. А, да? Это не последний раунд был? Ой, точно. Ну ладно. Хорошо. Этот так и этот будет последним. Хотя мы и так уже понятно, что победили. Здесь же пять, максимальное число. Так. Так вот. Теперь мы два жёлудя. Против двух электрокатов пирата и зэмба. Ну, why not? Так. Ты создашь у нас дуба? А, у нас три жёлудя? Кто-то успел поменять, что ли? Да. Я, значит, не заметил. Так. И мы три крутых жёлудя. Так. Там уже был электрокат где-то. Так. Тут у нас летит попугай. Где? Я не вижу попугая. Так. Я попугая добил. Это хорошо. Так. Теперь мы потихоньку ковляем дубом. Вперёд нас идёт на разведку кукуруза. Как бы он там не погиб на этой своей разведке. Блин. Там пират. Осторожно. Ай. Есть. Я успел полечиться. Блин. Куда у меня полетел? Блин. Это. Моя бомбочка это. Так. Остался там один пират. Ой. Молодец, что ушёл. Так. Так. Знаете чё? Я вылезу, наверное, лучше. Ты там где пират, блин? Куда ты сбёг? Ладно, залезу. Залезу я. Залезу. Правда так. Что так? Что так? Он меня может ланшотнуть. Куда он спрятался? Этот пират. Ой, блин. Ну вот, о чём я и говорил. Давай попробуем меня ревайвнуть. Так. Он у нас был всё это время сзади. Спрятался, блин. Добили. Прекрасно. Мы победили. Зомби придётся хорошо постараться, чтобы нас остановить. Это уж точно. И теперь мы точно победили. В принципе, я заканчиваю. В принципе, всё, что я хотел сказать, я вроде как сказал. Да. Всё, что я хотел сделать в игре, я сделал. И мы даже поиграли в боевую арену. Да. Мы победили. Причём совершенно разгромно. И это здорово. Поэтому всё. С вами был я. Цитрус 0974. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ну и в общем, всем счастья. И всем пока. О, я! Я ещё и лучший по истреблениям. Или всё-таки по серии истреблений. Нет, по серии истреблений у нас лучший. Вот этот ПВГ. У него 5. А у меня всего 6. Прекрасно. Итак, я лидер команды по истреблениям. Да ещё и лидер своей команды по лечению. Всё. На этом всё. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»